В начале 20 века были построены казенные винные склады, то есть это винзаводы по-современному, в которых разливалось вино, хранилось, артифицировалось вино, столовая, то есть водка и в состав строения этого завода входили дома, которые до сих пор еще сохранились, ну и заводы сами сохранились в некоторых местах и дома сохранились и сейчас покажу несколько домов старинный закопанный дом вернее жилой дом входящий в ансамбль виноводочного завода казенного винного склада точнее так называлась эта штука раньше вот здесь вот за этим забором находится здание бывшего казенного винного склада сейчас вроде как там винзавод ишимский открыт подъезд попробую зайти посмотреть внутри внутри еще никогда не заходим здесь потому что все современное автоматический свет вот интересный пол это камень естественно ниже уровня асфальта окна кстати окна здесь повыше немножко чем обычно таких домах эти дома одинаковые везде по всей стране ступени наверно родные оригинальные окна вот даже есть такое нужно быть боковое боковое боком это подвал прям открыт арочный такой проем скос сужается к двери здесь тоже арки есть кто нет а это чьё-то помещение чьё-то помещение а где все так ну ничего тут не трогаем окна тут такие 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 так мастерская там мастерская там мастерская там все суки потолок и узенькая лестница дождя пока нет здравствуйте да вроде бы что так и вот уличного с уличной стороны уличный фасад вот там труба заводская видно дождь начался вот этот домик а вот завод он конечно перестроен переделан но в принципе такой небольшой небольшой совсем как раньше считали ведрами вот наверное на 400 тысяч ведер здравствуйте а вот это такой же дом но как читали городе как считал в казахстане вот видно также у него на таком же уровне почти окна кирпича три кирпича от земли начинается окно смотрите можно при кирпича железом сейчас закрыто вокруг дома тротуарчик с теста сейчас это музей сейчас краеведческий туда можно на обратную сторону дома пройти но сегодня выходной в понедельник но еще рано еще пока он не открылся рано утром а вот это с киевского периода статуэтка ну как статуэтка каменный идол может даже доскиского никто не знает когда когда его построили вот так он степи и был найден вот здесь внутри эти окна они другой формы не такие как в ишимском то есть если зайти изнутри то не будет видно большое такое окно большой проем а будет подоконник под уклоном под уклоном вниз уходить если кто-то думает что это закопанный то вот смотрите как отличается арка над окном и как от на отличается над подвальным окном вот эти типовые здания выйдем сейчас вот таким забором когда-то это была территория завода винного склада огоражена вот этот вот небольшой домик это была проходная с той стороны еще одна стояла там дальнем углу забор до улицы проходил теперь здесь парк городская площадь а вот здесь вот здание завода сейчас покажу еще заложенную дверь заложенная дверь раньше я не видел развалено а вот это вот ну вроде бы похож на ишимский маленький домик рядом который стоит но все-таки он не такой вот так вот страны такие они бы это была проходная и магазин их две стояла одинаковый по двум сторонам весь стене в этой вот какая-то еще железная арматура туда кирпичи современные новые то есть это вставочка раньше ее не было здесь видимо были ворота вот кирпич весь уже разваленный кирпич скорее всего старый сейчас сейчас тоже я вот нахожусь на таком уровне вот где-то грудь посреди забора а если посмотреть на старой фотографии то такого нет здесь до середины уже где-то голова должна быть на этом уровне людей они там проходит но если конечно не ошибаюсь вот это уже новое пошло новодел так сказать нижней стена развалена вот это здание завода самих цехов разливочных это же также снизу подвальные окна торчат по всему периметру сейчас здесь какой-то лицей находится свое время здесь был было был эвакуирован завод сюда и чё тут что тут производилась а вот виноводочным он по моему так и не стал по крайней мере информация об этом никакой не сохранилась казенный винный склад номер 7 если не ошибаюсь так и так и Продолжение следует... 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 Хозяин дома делает ремонт, государство ничего не вкладывает. Ну, в общем, послушал жалобы. Тут какой-то крючок интересный торчит металлический. Здесь вот тоже можно увидеть, что первые и вторые этажи по высоте одинаковые и по украшению окон одинаковые. А вот нижние окна, они другие. То есть, это так и строился этот торт. Вот окно, оно, если и большое, он, как можно сказать, полноразмерное обычное окно, но оно другое, оно меньше, чем, дайте вам, наполовину меньше. И, скорее всего, не увидело, конечно, все дело, но, скорее всего, оно находится под потолком. Потолок высокий и окно ближе к потолку. Можно прикоснуться к историческому кирпичу. Следующий дом из Тобойста. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok